В России завершилась акция «Сад памяти», которая была приурочена к годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Об итогах акции в Ненецком округе расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Семья Колосовых чтит память своих предков, из поколения в поколение передавая истории дедов и прадедов, которые прошли Великую Отечественную войну. Эти сосны мы посадили весной 20-го года в память о наших предках, в память о Колосове Александре Ивановиче, который погиб под Тверью осенью 42-го года, и Бочарове Ирмолая Ивановиче, который погиб под Смоленском тоже осенью 42-го года. Наши предки, они в наших сердцах, а деревья в наших садах. Интересная история у Владимира Макеева. Он еще в детстве вместе с дедом, участником Великой Отечественной войны, высаживал деревья. Поэтому, когда Владимир узнал про акцию, не раздумывая, решил принять участие. Узнав про эту акцию, я с удовольствием принял в ней участие. Благодаря, опять же, моим товарищам удалось посадить эти маленькие деревца. Дай Бог, чтобы они напоминали об участниках войны, о наших близких, которые дожили, не дожили, позволили нам жить в этом хорошем будущем. Алексей Пленокос вместе с дочерью также присоединились к акции, посадив два саженца сосны в честь деда и прадеда семьи. Первый из них посадили в честь Калинина Василия Семеновича, который прошел фронт начиная с 1942 года и вернулся только по осени 1946 года. Он воевал в Севастополе, в Сталинграде, был на Волховском фронте и закончил войну под Кёнигсбергом. В период пандемии коронавирусной инфекции на территории России формат акции был изменен. Жителям страны, проживающих в частных домах, предложили высадить дерево у себя на участке, а после подержать акцию в соцсетях и отметить свое дерево на интерактивной карте на официальном сайте Сад памяти. Тем, кто не мог посадить саженцы, было предложено нарисовать, смастерить подделку, аппликацию «Живое дерево» и также разместить ее на сайте. Сад памяти – это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а начало новой традиции. Место для своего сада памяти нашлось в каждом городе по всей России – от Владивостока до Калининграда. За время акции было высажено более 26 миллионов саженцев.